Здравствуйте, дорогие друзья! А мы с вами продолжаем список заповедей, которые актуальны в наше время по книге Хафет Схаима «Краткий список заповедей». Итак, сегодня мы будем изучать вторую заповедь «Повелительный». У нас сейчас идет список 77 повелительных заповедей. Вторая заповедь. Верить полной верой, что есть только один Творец. Мы с вами узнали в первой заповеди, что есть Творец Мироздания, и нужно в это верить на 100%. Теперь, может быть, есть один Творец, два, три, может быть, там и целый Олимп сидят, богов, как верили какие-то вот древние люди. Говорит нам Тора «Не дай Бог, шмай Исраэль, ашэм улюкэйну, ашэм эхад». Слушайте, Бог один, нету никакого другого второго Бога. Как только человек осознает, что есть один Творец, второй этап – понять, что нету никаких других сил, кроме него одного. Нету никаких физических характеристик, которые описывают Бога. Никакого тела. Он там не какой-то великан. Он просто… невозможно его описать нашими терминами. И нету второго Бога, нету никого, кроме Бога одного. И в это нужно верить в любое время. И это касается как мужчин, так и женщин, что есть только один Бог. Если кто-то считает, что их там много, у него очень-очень большая проблема, потому что он там один. Когда-то я слышал от одного великого раввина, раввамон и цхаха, он сказал, слушайте, друзья, если вы верите, что есть два Бога, давайте спросим. Вот первый, вот второй. Первый, ты можешь ограничить как-то второго? Потому что если ты можешь его ограничить, то он вообще никакой не Бог, потому что Бог – это какая-то что-то такое, знаете, совершенное, невозможно его ограничить. Так вот, если ты первый, можешь ограничить второго, то он уже никакой не Бог, не всесильный, потому что кто-то может его ограничить. Если ты первый, не можешь его ограничить, то ты первый никакой уже и не Бог, а он Бог настоящий. Поэтому вот такими вот разными логическими выводами раввины объясняют и пытаются объяснить своим ученикам, что есть только один Творец Мироздания, один великий, совершенный, бесконечный, вне времени, вне пространства, очень любящий наш Творец.